Зачем вы вообще так делаете? У меня жизнь интересная, ведь мы живем сейчас здесь и сейчас. Я хочу курить, бухать, и я живу слишком свободно. Прекрасно просто. Вот именно, угарайте. По сути, я Челс Дефари, хочу, буду конченной последней лесбиянкой. Курить, сидеть, трахаться. Ребята, всем привет, меня зовут Диана, и добро пожаловать на мой канал. Просто линзы промываю. А то, видимо, пыль попала. Потому что я напротив солнца, потому что я хочу, чтобы было нормальное освещение, и мне пришлось просто положить на подоконник камеру, хотя хотела за стол. Почему я решила заснять такое видео? Потому что я захотела снять отдельное видео и открыть эту тему. Потому что в предыдущем видео, где я пью яшку, не получилось. Потому что люди все так же продолжают писать. Дичь. Ты пьешь каждый день ягуб, фу ты ужас, фу ты алкоголичка. Ты без зуба или что-то еще. Окей, давайте мы разберем вот эти вот все комментарии. Почему у меня нет зубов? Соглашусь. Передних у меня нет. Я их лечила, но не все. Потому что я в классе пятом, я перевернулась на велосипеде, и сломались у меня зубы. Все. Почему я их не лечу? Не хочется. Потому что я как-то починила зуб за 12к. И через два месяца он в итоге у меня все равно сгнил, и мне пришлось его убрать. Не доверяю вообще стоматологиям, уже была в разных стоматологиях, все время зуб гарантии не держат. Даже года не пройдет, с ними что-то случается. Поэтому я пока просто буду так ходить, пока они сами до конца не упадут. Потому что я вообще не заморачиваюсь по счет своих зубов. Мне и так нравится. Потому что для меня это моя фишка. Например, нет пальца или нет передних зубов, но тут они сломаны. Это меня не так сильно комплексует, и вообще у меня нет комплексов, мне вообще на все пофиг. И если вы что-то говорите, мне абсолютно барбар, что вы говорите. Серьезно. Мне пофигу. Окей, давайте разберем тот момент, где я алкоголичка. Соглашусь, это факт. Факт в том, что я часто пью. Окей, давайте разберем этот факт. Допустим, почему я пью? А почему нет? Пока я молодой, я хочу делать, что я хочу. Когда я вырасту, там, семья, дети, не знаю, дети у меня будут или нет. По сути, я челс зафри. Не люблю я детей, но вот так вот. Может, что изменится, и материнская душа откроется. Ну, зная себя, я уже давно для себя много решила. Пока мы в таком возрасте, от 16 лет до 23, до 25, может, да. Ну, кто как стареет уж. По сути, можно вечно быть молодым в лет 50, но в душе все так же 18. Ну, по сути, у всех так. Ну, бывает даже в 16 лет у людей уже в душе 50 лет. Ну, это, мне кажется, по жизненным обстоятельствам или сами люди такие какие-то, ну... Ну, и мне интересно. У меня жизнь интересная. Я хочу курить, бухать, встречаться с бабами, встречаться с парнями, общаться, курить, сидеть, трахаться. Пить энергетики, быть зависимым от них. Потому что будет что вспомнить, понимаете? А потом мы это все не успеем. Пока мы молоды, я хочу это все делать. Вот, я открываю эту тему, почему у меня такой образ жизни. Окей, насчет того, что вы думаете, что я обманула, что я в первый раз пила яшку. Я клянусь, что это так и было. Потому что я никогда его не употребляла. Я всегда пью обычные энергетики. Так вот просто... Вот у них запах прекрасный просто. И вкус просто охрененный. Я предпочитаю обычные энергетики. Пусть я зависима, пусть они очень вредят. Но это действительно лучший напиток для меня за всю мою жизнь. Лучше, чем обычный лимонад, лучше, чем спрайт, лучше, чем кола, лучше, чем вообще остальные коктейли, напитки, лимонады, что я знаю. Энергетики это я. Да, вот Диана без энергетиков это не Диана. Потому что все люди привыкли меня видеть именно с ним. Окей, яшку, да, я больше никогда ее пить не буду, потому что она мне абсолютно не понравилась. Вы еще спрашиваете, почему тогда я его допила, почему-то не выкинула. Ребят, ну 150 рублей, ну кто бы выкинул, ну выпили. Вот допустим мы купили пиво, и оно невкусное, мы же его не выкидываем, мы же его выпиваем. Так ведь, ну я не знаю, там, если у вас, конечно, хватает денег, мажоритесь там, все дела. Мне лично было вот так вот отпить и выкинуть. Ну это, я не такой человек. Я все же, тем более, делаю обзор на этот напиток. Я должна была полностью ее выпить и рассказать свои эмоции. Тем более я хотела показать вам от нуля до десяти, как я реально пьянею в течение видео. И это было действительно очень заметно. Потому что, ну я реально опьянела жестко, но опьянение было очень приятным. Но, если уж пить, то не буду такое пить. Если пить, то пиво. Я бы хотела извиниться, что было очень много мата в том видео. Потому что я очень сбесилась тем, что, не зная человека, сузят тебя. Но так вообще не делается. Я не понимаю логику людей. Не понимаю ничего вообще в этом мире. Почему я должна быть серой мышкой, как все, как стадо баранов. Я хочу именно с такой прической ходить. Полулысая. Именно с такими проколами. Именно с такими туннелями. И именно вести такой образ жизни. Курить, материться сильно. Хоть я баба своей, да? Ну, хоть я баба. Но я считаю одно. То, что вот мне вот 21 год будет уже, да? На днях. И я живу слишком свободно. Я обычный человек, как и вы все. Но у меня нет рамок. Просто пока я молода, я хочу веселиться. Я хочу получать от жизни все. Потому что ты не знаешь, что будет завтра. А потом ты просто... И ты ничего не успел. По сути, я живу одним днем. Но это очень плохо. Я не сказала, что это хорошо жить одним днем. Но я живу так. Потому что я не знаю, что будет со мной завтра. Что будет послезавтра. И я хочу жить на всю катушку. Каждый день. Каждый день. Не упускай ничего. Потому что я обожаю эти энергетики. Обожаю все. И поэтому я обязательно сделаю это каждый день. Обязательно каждый день буду курить. Пить энергетики. Видеться с друзьями. И ценить их. Потому что жизнь, она непредсказуемая. Почему вы думаете, что я какая-то такая, позволяющая себе много? Может, я и позволяю себе много. Но если вам не нравится мой канал, почему вы следите за мной, за моей жизнью? Почему вы смотрите мои видео? Разве в этом что-то есть плохое? То, что я решила станцевать полуголая. Я вообще могу голос танцевать. Мне вообще без разницы. Я могу выйти в нижнем белье по городу Нижнекамск пройти. Мне вообще пофиг на мнение. Что вы мне вот сделаете, вы мне указывать не сможете. Я буду делать, что я хочу. Захочу. Реально пойду голой на улицу. Мне вообще без разницы, ребят. Но я серьезно говорю, мне что обманывать надо вам. Если бы мне было бы слабо, я бы, блядь, ну, я бы, блин, не бросалась словами. Серьезно. Ну, нет, вообще, я не такой человек. Если я это скажу, значит, я этого сделать смогу. Я не такой человек. Скажете вы. А что в этом хорошем, что ты выйдешь голая по Нижнекамску? Это просто пример того, что мне пофиг на все, и я действительно могу это сделать. Мне без разницы. Потому что я никогда не слушала мнения чужих людей. Так что, ребят, угомонитесь уже и займитесь лучше своей жизнью. А я буду жить, как я хочу, мне ваше мнение вообще не волнует. Я не буду вас слушать. Типа, ох, да, меня же выгонят с города Нижнекамск. Надо их слушать, друг, что? Я ничего не боюсь. Делайте, что хотите. Вы тоже будете неправы, если вы что-то будете делать. Вы только себя идиотами выставляете. Серьезно. Да, у меня странная точка зрения, странная мировоззрение. Странный вообще взгляд на мир. Потому что я ценю то, что я сейчас имею. У меня есть все. Я благодарна всему, что у меня это есть. Не буду говорить спасибо Богу или что-то. Я не люблю такие темы. Я не говорю, что я атеист. Я верю в Бога, да, но я не кричу и не фанатею об этом. Я никогда не задеваю эту тему. Никогда не говорила против. Никогда не говорила, что я прям, ох, свинину не ем. На всякие фигнюшки там ходить. В моей душе всегда есть место для Бога, да, но я никогда не кричу об этом на мир. Мне как-то пофиг. Ну, мне как-то вообще без разницы укажут свое мнение. Я никому никогда не навязываю свое мнение. Никогда не говорю, как это ты не веришь в Бога? Ты атеист, ужас какой. Мне вообще без разницы. Все люди мы индивидуальные, все мы разные. И каждый не может быть похож на друг друга. Хотя сейчас так все и делают, стадо баранов. Один начнет, другой, и другие пойдут. Я не люблю такие темы. Веру в Бога там или что-то еще. Да и вообще мы не в ту степь полезны. Я могу вообще часами говорить о том, что люди не правы в том, что они обсуждают человека. Допустим, вот есть он человек, да? Он вас не трогает. Он занимается лишь своим делом. Снимает видео, снимает свою жизнь. Вот он, да, человек? Этот человек вас вообще никак не касается. У вас своя жизнь. Вот у меня своя жизнь. Поэтому я никого и не обсуждаю. Потому что у меня интересная жизнь. А у вас, похоже, реальная скучная жизнь. Раздокапывайтесь до меня. Даже говоря то, что я уже говорила вам, что нет, нет же вы продолжаете это делать. Понимаете? Да, я дура. Да, я конченая. Но узнайте поточнее, кто действительно конченый. Конченые эти те люди, которые обсуждают. Как раз таки вы. А я вас не трогаю. Я всего лишь живу так, как я хочу. Поэтому и вы меня считаете за это конченой. То, что я могу позволить себе много, а вы себе нет. Ну, извините. Это ваши проблемы. А я рада, что у меня все получается делать так, как я хочу. Я действительно делаю то, что я хочу. Поэтому, ребят, не судите и не будьте судимы. Так правильно говорите вроде? Я не знаю. Я не разбираюсь. Надеюсь, что вы меня поняли. Если вы смотрите это видео, хейтеры мои любимые. Надеюсь, вы вдолбили свою бошку. Что вас это не касается, как я живу и чем я живу. Хочу, буду мальчиком. Хочу, буду конченой последней лесбиянкой. Захочу, буду шлюхой. Вас не должно волновать, что у меня там в постели происходит. С мальчиками я сплю или с девочкой. Вас это вообще никак волновать не должно. Какая вам разница, допустим, что какой я ориентации? Вам вообще какая разница, с кем у меня происходит секс? С однополым человеком или противоположным полом? А? Я думаю, вас это вообще волновать не должно. Я же не лезу в вашу интимную жизнь. И вы в мою не лезьте. То, что я лесбиянка, в этом ничего плохого нет. Я не кричу на весь мир об этом. Ну, потому что вы и так уже, по сути, все знаете обо мне, по моему каналу. Потому что я, по сути, не скрывала этого. Ну, и никогда не кричала на весь мир. Из-за моего радужного флага это понятно. Из-за того, что у меня одни девушки в видео, да. Или что-то еще. Но никогда не говорила открыто, что я лесбуха там, да. Ну да, и что. Ну, пришлось мне признаться в первый раз уже точно официально, что я лесбиянка. В том видео, когда я засняла видео, то, что я из детдома. Там я и рассказала все. А сейчас, в принципе, по обстоятельствам времени приходится записывать видео, где я это опять подтверждаю. Вас это волновать никак не должно. Ни моя постель, ни моя жизнь, ни то, что я употребляю. Алкоголь, да, я пью. Я и это и не скрывала. У меня все на канале есть. Все, вы можете все в открытом доступе. Зайти и посмотреть, какая я конченая алкашка. Это, если вы так, конечно, считаете, то вообще мне без разницы. Но я не считаю себя конченной алкашкой. Конченая алкашка это, которую около факторках сидят. Просят деньги. Пьяные постоянно по улице ходят. А я всегда только пью с друзьями на какими-нибудь вечеринках. Что-то спраздновать, посидеть, пообщаться. В выживанных обстановках, например. Без повода тоже даже могу выпить. По сути, я же говорю, я ничего не скрываю. Ведь мы живем сейчас здесь и сейчас. И поэтому, мне кажется, каждый имеет право ценить то, что он сейчас умеет. Жить настоящим временем. Потому что жить настоящим временем, все зависит от нас. Если вы хотите жить так, как вы хотите жить, то живите, если вам это устраивает. Но я хочу именно жить сегодняшний день именно так. Записывать видюшки и творить всякие вещи. Быть обдолбанной дебилкой. Быть такой конченной девушкой. Потому что, еще раз повторюсь, мы живем здесь сейчас. И мы не знаем, что дальше будет. К чему это все приведет. И поэтому я просто ценю то, что сейчас умеем. Вот такая вот кошечка у нас. Желтоглазая, зеленоглазая. У нее такие лапки маленькие. Я не могу. Мооо, мое. Привет. Привет. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. Если вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, что я все понятно вам объяснила и пояснила и разложила вам все по полочкам. Может, и я не права, но я считаю, что я правильно все сказала. Мне кажется... Кажется. Нет, не кажется. Так и есть. Поэтому на этом, пока мы закроем эту тему. Если уж вдруг опять что-то произойдет, конечно же, я засниму видео. Пока не дает до людишек, которые обсуждают меня. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами была я, Диана Саламандра. Если вы еще не подписаны на мой канал, то, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. И скоро вас ждет кое-что новое. И вообще вас ждет новый контент. Потому что я полностью меняю контент после завершения шестого сезона. А завершение шестого сезона будет в начале ноября. Потому что надо к нему очень хорошо подготовиться. В каждый сезон, допустим, сезон влогов. И в этих сезон влогов как раз-таки состоят разные рубрики. И в каждом сезоне есть много разных рубрик. Поэтому у меня всякие факты, мукбанки. И с каждым сезоном у меня добавляется что-то новое. И с шестым сезоном мы добавим больше рубрик. Если я увижу от вас активности, увижу много лайков, комментариев и просмотров, то вы меня очень этим вдохновляете, правда. И у меня есть желание снимать вам видео. И еще, ребят, сегодня у нас 22 октября. Через 5 дней у меня день рождения. И, пожалуйста, помогите мне набрать 80 подписчиков до 3300 подписчиков. Я прошу очень. Надеюсь, что это видео как раз-таки выйдет сегодня или завтра. Если завтра, то, значит, получится 23 октября. Я не знаю, как получится, ребят. Поэтому я скажу 2 часа. 22 октября, 23. Среди 5 либо 4 дня есть на сбор 80 подписчиков. И я очень прошу вас помочь мне с этим небольшим делом. Для меня это будет самый лучший подарок от вас. Так что, ребят, и желаю вам, чтобы вас никто не обсуждал. И живите так, как вы хотите. Никогда никого не слушайте. И чужого мнения никогда не принимайте близко, серьезно. И всегда делайте то, что только вы как хотите. На этом все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Пока.